Мы испытали невероятный стресс с этими пиявками, честно. И покажем вам все, что сами увидим. Поэтому подписывайся на канал, если еще этого не сделал, ставь лайк этому видео и добро пожаловать на борт. Первая станция – крошечный и прекрасный городок Элла. Что это за место и почему оно может вести вас в состоянии эйфории, я обязательно расскажу и уже совсем скоро. Но сперва обсудим, как именно мы туда попали. Тут все очень просто. Самый дорогой и быстрый способ попасть в Эллл с южного берега – это экскурсия стоимостью примерно от 40 долларов с человеком. Самый дешевый и долгий способ – это автобус. Его-то мы, конечно, и выбрали. Кроме прочего, никто не отменял аренду авто или скутера. Наш красавец стартовал в 7.50 утра с города Матера, что на самом юге острова и вез нас до Элла часов 5-6. Аттракцион обошелся нам в 756 местных групп и на человека. Дорога сопровождалась громкой музыкой, активными продажами, но главное – прекрасными видами. На Шри-Ланке есть две главные формы сельского хозяйства. Это выращивание риса и чая. И если чая выращивают в высокогорных районах, куда мы с вами и направляемся, то рисовые поля радуют глаз, как только вы начинаете двигаться чуть вглубь острова от, возможно, вообще любого пляжного курорта. На Шри-Ланке выделяют два рисовых сезона – с сентября по март и с мая по август. Так что приехать на остров и не увидеть растущий рис довольно сложно. Мы счастливчики, поэтому рисовые поля радуют нас добрую часть нашего пути. Также по пути нас ожидают горы, водопады и серпантины, что неплохо развлекает нас остаток дороги. Выходим на центральную остановку городка Эла и топаем к своему месту жительства. Мы топаем, но вы можете взять тук-тук и проехать с ветерком. Друзья, привет! Мы наконец-то, наконец-то добрались до своего номера в Элле. Это, кстати, было непросто. Я вам потом еще покажу сложную тропиночку, которая ведет к нашему дому. А сейчас небольшой рум-тур, чтобы вы точно понимали, что мы сняли за те деньги, которые я вам сейчас напишу на экранчике. Итак, во-первых, у нас прекрасная, мне кажется, кровать. Все почти кровати в Шри-Ланке оборудованы антимоскитными сетками, что, конечно же, очень удобно. Здесь на потолке есть пятна, но нет вентилятора. Обычно есть вентиляторы, но я думаю, тут просто в ночи довольно-таки прохладно, поэтому он здесь не нужен. Здесь нет шкафов. Обычно используют вот такие вот вешалки. Так, ну и у нас вот такая вот комната, ванная, душевая. Все довольно-таки даже неплохо. Есть горячая вода, что здесь тоже не вполне себе частая штука. Ну что ж, ладно. Вот, друзья, но это не самое главное. Самое главное, вы просто посмотрите. Мне кажется, это самый красивый номер, что мы здесь снимали. И, знаете, он же самый дешевый, что мы здесь снимали. Вот. Но этот вид... Так, и все. Это наша кофеварка. Мы ее с собой везде таскаем, потому что мы ненормальные. И пока я попросила погреть нам кофе, ну, точнее, сварить, нам приготовили панкейки, хотя вообще не должны были. Вот. И мы с таким видом сейчас попьем кофе. Ну, вы вообще представляете, ребят? Прекрасно. Просто восторг. Бросили вещи, перекусили и сразу бегом к главной достопримечательности городка. А я попутно расскажу, куда же мы попали. Да, наш прекрасный вид на горы сопровождается бедовой тропинкой к гестхаусу. Но даже в местный сезон дождей нам удалось ни разу не прокатиться на попе по мокрой глине и камням. Так что считаю минус некритичным. Что же такое Элла? Элла – это небольшой городок, который находится в центральной части страны. Он располагается в высокогорном регионе, окруженном просто невероятной природой, в чем мы с вами лично убедимся. Само название Эллы переводится как «водопад». И когда путешествуешь по этим местам, вопросов о причинах такого названия не возникает. Водопадов тут хоть отбавляй. Также в Элле находятся сразу несколько популярных достопримечательностей, куда везут туристов со всего берега. Мы арендовали жилье на три дня и посмотрим с вами все, ради чего сюда так активно съезжаются туристы со всего мира. И начнем, конечно же, с визитной карточки Шри-Ланки – девятиарочного моста. Девятиарочный мост построен в 1921 году во времена британской колонизации острова. Мост возведен исключительно из кирпича и горных пород из-за дефицита металла во время Первой мировой войны, так как металл оказался более востребован британской армией на фронте. Таким образом, мост простоял уже 103 года без цемента и железа и, надеюсь, простоит еще не меньше. В интернете видела версию, что этот мост изображен на Чае Ахмат, но не спешите нести информацию в массы. На Чае изображен шотландский мост, и вы его уже, возможно, видели в Гарри Поттере. Легенда прижилась из-за визуальной схожести строений. Мост находится неподалеку от железнодорожной станции Элла, и мы легко туда доберемся неспешной прогулкой по красивым пейзажам. Также доступна местная забава проехаться по мосту на поезде. Здесь весьма живописно, поэтому мост стремятся посетить многие туристы. Особенной популярностью пользуются время прохода поезда через туннель, когда по обеим сторонам моста собирается максимальное количество людей. Вообще-то мы к этому событию никак не готовились, и нас устраивала мысль, что мы просто увидим мост. Это был первый эпизод Вэлли, где мы выбираем неверный путь, и вот конкретно сейчас получилось вполне удачно. Маленький спойлер, уже на следующий день удача в этом вопросе нас покинет. В общем, мы вышли к кафе сильно выше моста, и тропинку от кафе размыло дождем. Нам нужно было вернуться, но официант предложил подождать пару минут, так как мы пришли ровно к прибытию поезда. За такую ценную информацию мы даже что-то заказали, и на пять минут присели за местный столик. Поезд подоспел сразу же. В нашем случае сошлось все. Погода была отличной, несмотря на частые дожди в декабре. Народу на мосту было не сказать, чтобы слишком много, ну и поезд пришел как никогда вовремя. В кафе нам сказали, что мы счастливчики, и отпустили на мостовую фотосессию другим счастливым иностранцам. По дороге из кафе мы встречаем оленя. Настоящего маленького оленя, как Бэнби. Что стоит учесть? Что в кустах под мостом после дождя вы с большой долей вероятности можете подцепить комара, слона, варана. Нет, пиявку. А если очень повезет, то и не одну. Нам удалось этого не сделать, ну в этот день удалось, но вы все равно имеете в виду. Что делать с добычей в виде пиявки, расскажу чуть позже. А пока просто наслаждаемся красивым мостом. Ребят, есть интересное растение. Класс. Элла хоть и маленькая, но проблем с продуктами и товарами не имеет. Сюда приезжает много европейцев, поэтому имеется целый магазин с импортной едой. Фрукты, овощи и меню в кафе по ценам выходят как на берегу, если не дешевле. Купили Максу шляпу даже дешевле рынка, а это был магазин в самом центре городка. Так что если не купили себе штаны со слонами, тут возможно найдете дешевле, чем у океана. Вообще-то второй день начинался крайне неприятно. Дождь шел с самого утра и закончился только после обеда. Нами было принято волевое решение, несмотря ни на что, идти покорять гору, которая тоже называется Элла. Удобно, не правда ли? Мы шли своей тропой, наслаждались местными красотами, пока не случилось следующее. Ну все было прекрасно, мы шли на Элла Роуд, как вел нас Мапсми, и как я в принципе читала в описании к этому маршруту. И собственно мы встретили девушку, который сопровождал местный ланхиц, и они сказали, что дороги нету дальше, надо пройти огородами. И вот сейчас мы идем за ними, собственно огородами. Вот так-то, ребят. Видимо, дорога может подразмыла, я не знаю, но нас куда-то ведут. Ну и коли же ничего не прозвещало беды, давайте посмотрим, что же значит пройти ланхицкими огородами. Ну казалось бы, что может пойти не так? Действительно, от дождя может обвалиться или размыться абсолютно что угодно. Да и Мапсми не всегда истина в последней инстанции. Плюс, это же не сам ланхиц к нам подошел, а девушка Европейка, которую мы видели на пути сюда, так как шла она на 100 метров нас опережает. Да и опять же, ну неужели может быть неинтересно, как местные жители живут и ведут хозяйство? Мы ведь за этим сюда и приехали. Есть лишь одно но. Субтитры делал DimaTorzok Так, вот этих друзей убираем, эти пиявки. И их нам не очень... Короче, мы потеряли эту девушку с этим чуваком. У меня уже начинается паническая атака, потому что пиявок невероятно много. И я думаю, что он просто мошенник, который решил поиметь со всех нас денег. И дорога там все-таки была, потому что Maps.me и Google говорят, что она есть. И, наверное, он просто соврал. Вот. Теперь мы идем через эти огороды. Это очень стрессово, честно. Потому что отряхивать с себя пиявок, это такое еще увлечение. Ужас. А мы идем просто по траве. Вот они киршат здесь. Вообще-то все максимально просто. Идите по ЖД путям, а никуда не сворачивайте. Мы изначально решили пойти рядом с путями и хотели на них потом вернуться. Но дама из Амстердама, а девушка, правда, из Амстердама, уготовила нам другие планы на этот день. Конечно, она тоже все поняла на середине пути. Ей было перед нами дико неудобно. Мы вообще-то ее сразу простили, ведь это Ланкиис должен был рекомендовать ей вернуться на ЖД путе, спокойно дойти, но решил наварить немного монеток. Искренне надеясь, что она ему ничего не заплатила и убежала. Так, ребята, мы испытали невероятный стресс с этими пиявками. Ну, честно, я вам даже описать не могу. Мы сейчас стояли, вот мы вышли на железную дорогу, мы сняли обувь, носки, все поснимали, все проверили, чтобы их нигде не было. Не очень назойливые, вот примерно как мужчина, который за админиатом, наверное, идет. Тут везде, естественно, встречаются, помогала, которым надо вас куда-то проводить. Вот, считаю, девушка как раз пал и жертва одного из них, и она за собой потащила. Но из плюсов. Лично мы не заплатили ему ни копейки, потому что в конце мы просто свернули на другую дорогу и вышли на ЖД. А еще мы увидели водопад вблизи. Я так понимаю, что очень мало кто его видит вблизи, потому что никто не знает, как к нему пройти. А пройти к нему можно только местными огородами. Собственно, он нас этими огородами и провел. Но в целом, такого стресса. Вон, все мокрые, там душно, эти пиявки. Блин, мы их сняли? Сколько мы их сняли? Кстати, вы поднимаете, ногу только ставят, смотришь, и они такие... Это вообще просто капец, конечно. Можно было идти нормальным путем. Просто девушка нас смутила тем, что она пошла, а пути там нет. А на самом деле, просто, видимо, ее этот чувак напугал. Ей надо было там пройти дальше через какой-нибудь ест-хаус, и она напугалась, не пошла. Фуу. Чертовы помогаторы. Кошмар. Хотела бы я сказать, что навигационные ошибки на этом закончились, но пока не могу. Мы в тот день вообще молодцами держались. Видите эту женщину, которая спустила из чайной плантации с мешком чая на голове? Вот это верный путь. Но мы пойдем по тому пути, что показался нам очевидным. Итак, на Элу Рокс ЖД Путей есть две дороги. Мы потопали сложный, сами того не подозревая. Сложность заключалась, возможно, в сезоне дождей, потому что часть дороги была затоплена по щиколотку. Конечно, пиявки в такой атмосфере тоже были. Сложности пути я уже не снимала, потому что по ручьям было тяжеловато пробираться, но предлагаю верить не на слово. На пути встречали ребят, которые спускались, а значит, мы не одни такие удачливые. Кстати, не знаю, они в курсе вообще про другой путь или нет. Короче, вашими молитвами добираемся до мужика с кокосами. Он тут очень важен. Эта площадка уже на горе и дальше ведет только один путь, что, несомненно, радует. Но вот обратно путь разделится как раз возле этого дельца. Нужно пройти мимо него, поверху горы, а не спускаться за него. Вот мы-то как раз поднялись из-за его спины. Тут пожинаем плоды своих страданий в виде прекрасного вида, а дальше начинается тропа в стиле хардкор, но, скорее всего, она вам посильна. Без преувеличения обычный горный трекинг. Нормальная обувь, бережные отношения к коленям и вперед. При нас залезла пара с тремя детьми, на вид все трое были младше десяти. По дороге не забываем дать себе отдохнуть и насладиться растущими вокруг эвкалиптами, уходящими куда-то в небо. Тут считаем, что вход для взрослого иностранца 950 рупий, а для маленького иностранца 450 рупий. Ланкийцам 70 и 35 рупий, соответственно. Платите вы не за сам путь, что уже пройден, а за две смотровые площадки, что огородили забором. С этих смотровых мы сейчас с вами видео и смотрим. Дорога после дождя приятная, как ни крути. На последней смотровой площадке можно полюбоваться маленьким пещерным храмом. Про историческую ценность ничего не скажу, но в целом этот Будда, сидящий на краю пропасти, весьма симпатичен. Вообще-то, несмотря на все ужасы на пути, поход на Эл-Урок это точно стоящее мероприятие, если у вас есть несколько дней в Эле. Во-первых, идти туда вполне комфортно, в чем мы убедились на обратном пути, найдя, наконец, все адекватные дороги. Во-вторых, вы гуляете по чайным плантациям, рисовым полям, и все это совершенно бесплатно и очень близко к Элле. Правда, я бы повторила все пройденное, я даже рада, что мы за раз посмотрели и простую, и сложную дорогу с возможностью показать и передать свой опыт вам. Ну, обратно дорожка поприятнее, конечно, поприятнее. Мы, видимо, все сделали не так, когда шли сюда, но ничего страшного, зато теперь у нас чайные плантации и нормальная торпинка. Вот, даже пиявок пока не встретили, но это еще рано случится, конечно. На всякий случай штаны в носки заправлены. Ребят, вы когда с той стороны идете на Элл-Рок, получается у нас вот так вот мостик, вон там шумит водопад, и вот здесь вот указатели, что выход на водопад. Следовательно, вы можете просто вот здесь вот спуститься, каменистая неудобная тропинка, но вы бесплатно и без всяких провожаев попадете на водопад и посмотрите его так же, как посмотрели мы. Оказывается, реально даже табличка есть. Мы когда выходили отсюда, мы выходили в диком стрессе, поэтому, естественно, табличку не увидели. Мы видели только пиявок перед собой. Через сами огороды идти не советую, но спуститься посмотреть водопад очень даже, почему нет. Он реально крутой. Ну а мы двигаемся дальше. Свою популярность Шри-Ланка в мире завоевала совсем не туризмом. Знаменитость страна приобрела под названием Цейлон, а переименование в Шри-Ланку произошло только в 1972 году, после обретения страной независимости от колонизаторов. Соответственно, весь чай, известный нам как Цейлонский, выращивается на Шри-Ланке. И так как хороший чай – дело высокогорное, мы с вами заехали прямо по адресу. В общем, как вы уже догадались, мы арендовали байк и двинули в сторону еще одной местной достопримечательности, далеко и высоко на горе. Выбрали мы хорошую дорогу? Нет. Пожалели мы об этом? Тоже нет. Навигатор дал нам несколько вариантов проезда. Мы выбрали вроде как оптимальное соотношение расстояния и времени, но, возможно, реально было проехать как-то еще лучше. Мы поехали на конкретную чайную плантацию, а на обратном пути запланировали посмотреть водопад. Оказывается, навигатор нас повел по одной стороне горы, а обратно уже по другой стороне той же горы. То есть мы сделали круг и не залипали дважды на одни и те же виды. И, ребята, это был восторг. Туда мы ехали одни, никаких туристов, кроме нас, только бескрайние чайные плантации, работники этих плантаций и невероятно захватывающие виды. С нами здоровались вообще все, без единой попытки что-то продать. Приятнейший опыт. Таким образом, по очень красивой дороге мы выехали на самый верх горы и немного спустились по другой ее стороне. Прелесть в том, что мы увидели это великолепие на обе стороны. Поэтому та плохая дорога точно того стоила. Конечно, финальная точка не сравнится с дорогой к ней, но локация тоже весьма интересная. Это место названо в честь одного довольно известного чайного плантатора, который сыграл немалую роль в популярности цейлонского чая. Это сэр Томас Липтон. Возможно, вы где-то слышали эту фамилию. Отметим, что до встречи с островом Липтон уже успел заработать свое состояние, открывая успешные магазины на родине Британии. Назывались магазины, угадайте как? Да, тоже Липтон. Томас прибыл на Шри-Ланку в конце 19 века, скупил пять обомпротившихся чайных плантаций и как начал поставлять цейлонский чайный мировой рынок. Именно этот герой показал всему миру, да и самим ланкицам, что ни одним Китаем чайный рынок теперь жить будет. Локация называется Липтон Сид. И по легенде, этот британский селебрити посиживал тут на своем холме и наблюдал за тем, как растет чай, а с чаем и его состояние. Сейчас тут расположен небольшой памятник, а с холма все так же открывается вид на чайные плантации. Могу с уверенностью сказать, что если у вас есть возможность взять скутер и выделить день, чтобы съездить на эту гору, то это точно стоит сделать. Наш обратный путь лежит через город Хапутали, что расположен на высоте почти полторы тысячи метров над уровнем моря. И то, что для нас с вами, о боже, какой прекрасный вид, для местных жителей ежедневная рутинная программа. Сам город мы не посмотрим, потому что он интересует нас в качестве дозаправки и чтобы перекусить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даже не застегнул его, думаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чем пахнет? Приятно. В чем понятно. Колододол, Макс. Что-то на аптечном. Давай, Лава, это вкусно? Ну да. Сладко? На что похоже? У меня какая-то странная консистенция. Давай попробуй. Как желе? Ну, непонятно. Похоже на пастилу, но мягче, чем пастила. Ну, а что-то вкусненько. А наша следующая остановка, второй по высоте водопад Шри-Ланки, Дия-Лума. Вообще-то недалеко отсюда находится и призер в номинации – водопад Бамбараканда. Его высота 263 метра, и мы бы на него съездили, но для этого хорошо бы выделить целый день, которого у нас уже не было. Дорога там откровенно плохая, поэтому на скутере туда забираться и спускаться – то еще удовольствие. А вот как пеший трекинг, суммарно километров на 10 – другое дело. Возможно, в следующий раз. Водопад же Дия-Лума вообще не требует никакого трекинга, так как находится прямо у дороги. И это, кстати, безумно круто. На Шри-Ланке много красивейших водопадов, которые расположены прямо на вашем пути у трассы. Соответственно, вы можете посмотреть и труднодоступные места, и просто восторгаться такими вот красавственными, проезжая мимо на транспорте. Этот водопад имеет высоту в 220 метров, и в сезон дождей, а мы приехали именно в него, выглядит невероятно помпезно. К водопаду можно пролезть поближе, чем я, конечно, и занялась. Немного выше по дороге можно было заехать на верхний уровень водопада, и вроде как там даже были купели. Местные рисовые поля – тоже отдельная любовь. Короче, по возможности берите скутер, и вам даже не придется выискивать достопримечательности. Достаточно выехать из Элы в любую сторону, и великолепные виды найдут вас самостоятельно. Один килограмм – джекфрут. Ага, 200 русских килограмм. Ну что, ребят, нету джекфрута, который можно съесть сегодня, зато нам честно сказали. А этого красавца мы с вами уже видели, проезжая мимо на автобусе. Это водопад Равана, и он всегда полон туристов, потому что расположен еще удобнее остальных. А именно на пути следования всего транспорта от южного побережья к центру острова, чем и пользуются всеместные туроператоры, планируя экскурсии и туры по острову. Тут вам составят компанию многочисленные обезьянки, заботливо прикормленные другими туристами, и ланкийцы, которые совсем не против вам что-нибудь продать. Народная тропа сюда, конечно же, не зарастает, но это не делает водопад менее симпатичным. Вообще, в округе действительно огромное множество водопадов, и мы хотели посетить еще парочку, но не хотелось возвращаться в Элу под покровом ночи. Поэтому мы решили, что просмотренных двух водопадов за один день более чем недостаточно, и поехали обратно в Элу. 346 за литр. Больше 100 рублей литр стоит. Если вы ищете, где бюджетно неплохо перекусить, то мы несколько раз заходили вот в этот маленький ресторан. Место очень камерное, всего на несколько столиков. Работало там три человека, и хозяин был максимально услужливым и заботливым. Мы рассказали, что вот этот вот огурец, ну тут, понятно, стручковая кусоль, картошечка, здесь манго. And this one? That's a kebibba, dal. Так, dal. Это нут? Это нут, по-моему? Это пападам. Ага. Это бель. Yes. Кукамба. Ага. Потапи. Ага. Это киви. Ага. Окей, thank you. Поэтому, если хотите ланкийского гостеприимства с демократичными ценами, можно сюда. Ну а приличных по общенародным меркам заведений тут хоть отбавляй. Поэтому гугл-карты с фотографиями в меню в отзывах вам помогут сделать правильный выбор. Ну а мы доедаем ее карри вдвоем, потому что в одиночку этого сделать просто невозможно. И готовимся к нашей утренней вылазке. Друзья, время 7 утра. У нас последнее утро в Эле. И погода нам сегодня позволила посмотреть малое пикадамо, что мы, конечно же, и делаем. Мы пробираемся сквозь чайные плантации. Мы, к сожалению, пропустили рассвет по одной простой причине. Мы решили пить кофе. Это целый ритуал. Так что будем просто довольствоваться красивыми видами без рассветного солнца. Сначала вы наслаждаетесь видами Нейлурока чайной плантации в ходе легкой прогулки по оборудованной тропе. Затем топаете по лестнице совсем непродолжительный участок. И в конце немного горной тропинки по камням. Пожалуй, самый легкий горный трекинг, что со мной случался. Подняться с детьми вообще не проблема. Малый пикадамо назван в честь Большого пикадамо, что находится неподалеку от местного города Нувара Элия. Вот только Большой пикадамо, высотой 2243 метра, очень сложен для восхождения, хоть и оборудован лестницей всего лишь на 5200 ступеней. Большой пик притягивает паломников со всего мира, потому что на вершине якобы сохранился отпечаток стопы Будды, который был оставлен вышеупомянутым во время своего визита на остров. По другой версии, это след Адама, который был изгнан из рая сюда. Сейчас туда едут бесконечные толпы туристов. Одни, чтобы бросить вызов своим коленям и посмотреть на прекрасный рассвет с самого пика, а другие, чтобы приблизиться к священному отпечатку. С малым пиком все намного проще. Тут ничего святого, кроме названия. Подниматься с полчаса, отелы спокойно дойдете пешком. Если возьмете экскурсию в Элу, вас сюда точно отвезут. У малого пика общая парковка с девятиарочным мостом, и, конечно, их легко можно посмотреть за одну прогулку. Просто мы на мост ходили ближе к вечеру, и на горе нам делать было уже нечего. Если будет возможность, приходите сюда на рассвете и, конечно же, в ясную погоду. Что, друзья, время 8 утра, мы уже возвращаемся обратно, следовательно, ну, где-то час 20, наверное, мы там прогуляли в общей сложности. То есть мы уже вернулись на парковку, где вот разделяется на дорогу на девятиарочный мост и на малый пик Адамо. Что имейте в виду, это недолго. Не спешите закрывать видео. У нас с вами по плану завтрак и поездка на поезде по самому красивому отрезку железной дороги Шри-Ланки. А сейчас последний завтрак с нашим невероятным видом на Элла-Рок и бежим на вокзал. Вообще-то я хотела снять вам станцию Вэли, писать влог с покупкой билетов и посадку на поезд, но тут были внесены некоторые коррективы. Я была уверена, что поезд уходит в 10, и мы на него точно не успеем. Мы неспешно шли на станцию, зашли в магазин за вкусняшками, и когда подошли в 10.20, увидели на перроне поезд. Мы подумали, что это поезд в другую сторону, и опять же неспешно подошли на кассу. Короче, выяснилось, что это нужный нам поезд, и нам не надо ждать следующего еще час, если мы купим билеты за две минуты. Тут-то мы засуетились. Первый класс с кондиционером Дакань затоил 4000 рупий, второй класс с вентилятором 3000 рупий. Мы, зная, что будем всю дорогу снимать и фотографировать в открытые окна, предпочли второй и вообще не пожалели. Ехали в полупустом вагоне, снимали видео в открытых тамбурах и всячески наслаждались этим аттракционом часов так 7-8. Ну а виды говорят сами за себя. Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, проехать на автобусе или такси было бы в разы быстрее, но тогда мы бы не увидели этих завораживающих видов, которые открываются с ЖД путей, проходящих по горным вершинам мимо пропастей и обрывов, прекрасных гор, джунглей и, конечно же, чайных плантаций. А наше путешествие по Шри-Ланке только началось, и мы продолжим серию видео уже очень скоро в городе Канди. Призываю вас подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить, поставить лайк этому видео и написать пару добрых слов в комментариях. Если очень хочется сдонатить автору на исполнение мечты, а именно на дрон, чтобы мои видео были еще красивее, ни в чем себе не ограничивайте, ссылку оставлю в описании. А вам большое спасибо за просмотр, увидимся в Канди. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»